Принцип вложенных отрезков утверждает простую вещь, что если вот у нас имеется такая последовательность, то существует такое число С, что для любого Н С принадлежит отрезку АН-БН-Н. Проще говоря, мы утверждаем, что есть число, которое лежит левее, чем все АН-ные, ну скажем так, не правее, чем все АН-ные, и не левее, чем все БН-ные. На картинке это себе представлять очень легко. Если поставить так вот, вот это вот, плюс бесконечности, представить себе, что у нас есть какой-то отрезок А1-Б1, и потом, смотрите, Б-шки выполняют роль потолка, который опускается, А-шки выполняют роль пола, который поднимается. Вот, иногда, иногда еще говорят это как лемма о двух милиционерах. Тогда делают так, тогда говорят, что пусть у нас есть точка на отрезке А1-Б1 какая-то, точка здесь какая-то, точка здесь какая-то, то есть вводят еще такие точки, ХКТ, то есть для любого К, ХКТ это точка на отрезке АКТ-БКТ, да? Вот, и говорят, что если так, то обязательно последовательность Х1, Х2, Х3 и так далее сходится к некоторому пределу. Единственное, что когда просто говоришь о вложенных отрезках, то никаких условий на них не нужно, ну, кроме того, что это отрезки, то есть каждый из них, как видите, замкнутый, да? Вот, а вот когда говоришь о двух милиционерах, ну, сейчас о двух полиционерах, то, соответственно, нужно одно важное условие наложить. какое важнейшее условие надо не забыть, чтобы обязательно был предел последовательности Х-ов? Что они не разойдутся. Что такое не разойдутся? Ну, идея такая, зажимаешь сверху В1, В2, В3 и так далее, зажимаешь снизу А1, А2, А3 и так далее, чтобы не было... Чтобы не было... Если мы хотим, чтобы был обязательно предел, то нужно потребовать, чтобы последовательность длин стремилась к нулю. А в каком случае... Сейчас, сейчас, давайте я напишу это условие сначала. Условие такое. Для любого Д больше нуля существует такое Н, что когда из БН-ного вычитаешь АН-ное, можно было без модуля, там, все равно БН-ное у нас больше, чем АН-ное. Так вот, то должно быть меньше Д. Вот это условие, что длины стремятся к нулю. Оно нужно, если говорить про милиционеров и инполиционеров, соответственно, господа, если это условие не писать, то тогда вот эти все штуки, значит, можно... Ну, если нельзя будет про них говорить, и тогда просто будет общая точка у всех отрезков. Значит, итак, Аня, фиксируемся. Мы сейчас из компактности отрезка, которая была доказана в прошлый раз, хотим вывести принцип вложенных отрезков. что если каждый следующий отрезок содержится в предыдущем, то есть точка общая для всех этих отрезков. Ну что? Сейчас, через компактность отрезка. Да, это очень легко. Нет, я не говорю, что это единственный способ доказательства этой теоремы, но через компактность отрезка это по-настоящему легко. Значит, смотрите, что для этого нужно сделать. Для этого нужно взять и придумать покрытие отрезка А1В1 бесконечным количеством открытых множеств, из которого нельзя выбрать никакого конечного подпокрытия. Берем дополнение ко всем этим отрезкам. Дополнение. То есть для каждого отрезка свое дополнение. Ну, вы правы. Смотрите, во-первых, все отрезки это у нас запутали. Так, во-первых, давайте эти отрезки буду рисовать горизонтально, потому что у меня просто душа против этого, я не могу. Во-вторых, давайте отрезок А1В1 я нарисую большим-большим-большим. Вот это будет у меня А1, это будет В1. На нем где-то там будет отрезок А2В2, где-то здесь будет отрезок А3В3. Ну и так далее. Да, и чего? Вот, и тогда у нас... Ну, во-первых, методом опротива. Да, ну, предположим, что их пересечение пусто. Да. Вот тогда возьмем следующее множество. Луч от минус бесконечности. А ИТ это у нас было... Ну, АКАТА. И, вообще, звуку И надо кончать по одной простой причине. Потому что мнимая единица, да? И поэтому все время найдет тот, кто придерется, что А вот. АКАТА. Вот. АКАТА. Да, да, да. Заметьте, пожалуйста, он грамотно... Точка запятого община. Он грамотно пишет круглую скобку, да? Вот. То есть возьмем вот эти... Вот множество такого типа. А, кстати, все знают, как в книжках примерно 20-30-летней давности обозначался интервал. Это вам может оказаться полезным. То есть как писали во многих книжках вот эту штуку. Знаете или нет? Вот такой способ был. Ничего смешного, кстати. Это была тоже разумная система обозначений. То есть замкнутое это как бы К число, а если оно не входит, это ОТ. Вот. Она ничем ни хуже не лучше скобок от Крейта. Я бы так обозначал. Да, да, да. Ну вот, но, в общем, можно бы сообщить. Это надо... Поняли идею, да? Потому что бывают лечебники, в которых такая система обозначений применяется. Да? Вот. И... В том же кванте будете смотреть там, ну, лет 15, вот именно такие обозначения будут. И если пересечение вот этих отрезков это пустое множество, то объединение всех вот этих множеств это вся прямая. Да. То есть ты сейчас половина ничего не помнишь? Математика в проблемах сложится. В отличие от всех других предметов, слова имеют смысл. Итак, если, услышите, если пересечение нашей последовательности отрезков не содержит ни одной точки, то есть если вот этой самой С-шки нет, то тогда, Андрей абсолютно правильно сказал, тогда вот эти вот лучи, ну, каждое множество состоит из двух лучей, покроют без... Ну, да, да. Вот покроют полностью, всю прямую. Действительно, пусть какая-то точка не покрыта. Ашками? Да. Так, да, пусть она не покрыта катой ашкой. Значит, она содержится в катом отрезке. Ну, потому что катая ашка — это дополнение до катого отрезка. Ну, вот, значит, если какая-то точка не покрыта ни одной ашкой, значит, она покрыта всеми отрезками. А почему плохо в том, что если какая-то точка не покрыта? Почему плохо в том, что если вся прямая покрыта? Нет, почему плохо в том, что прямая покрыта? Это потом обсудим. Важнее другое. Поняли ли вы мысль, Андрей? Да, понял. что если нет точки общей для всех отрезков то такие лучи покрывают всю прямая кстати в том числе отрезок дело в том что прямая некомпактно а вот отрезок как мы с вами отрезок самый первый 1б любой из наших отрезков а1б1 оказался покрыт бесконечным бесконечным набором открытых множеств теперь надо отвечать вопрос паши ну и что там какой дел ну а теперь если мы выберем из этих аж какой-нибудь конечный набор теперь надо будет отрезок компактен поэтому если он покрыт бесконечным набором то из этого бесконечного набора можно выбрать несколько штук которые все покрывают дальше возьмем из них штуку с наибольшим номером важно понимать что аж и они постепенно увеличиваются то есть у каждой очередной ажки точка а сдвигается направо соответственно можно взять просто ажку сам больше из конечного числа сам большой номер найдется да как то будет тогда отрезок но если вот лучи выходящие из его отрезков в результате будут покрывать всю плоскость ну вот в этом не плоскость а прямую всю прямую да как то может тогда это не отрезок ну вот мы получили противоречие нет 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 я боюсь никита это совсем нет 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 вот мы можем взять вот действительно самый последний из отрезков правильно у нас нет самых последних из отрезков нет 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 и без срезков нет нет в результате у нас получается что ну вот каждые новые скобки все ближе и ближе да в какой то точке а какой то ну почему то они все ближе и ближе к друг другу правильно друг другу да потом мы берем вот такие лучи да да и в результате у нас получается что объединение этих лучей покрывает всю прямую если у нас такой точки не существует да да но тогда самые ближайшие скобки они нет на самом деле скобки они все ближе и ближе и ближе если вы занимаетесь работами по прессованию чего-то но вы конечно можете сделать только конечное число вот таких вот сжатий но у нас то вся идея в том что было сделано бесконечное множество каждый раз отрезок брался все меньше но не больше чем предыдущий бесконечное число раз так ничего смысл поняли да можно да смотрите а вот тоже правильно я понимаю то что вот если отрезок компактен но просто определение компактности то из него то есть бесконечный набор можно выбрать конечное которое покрывает весь да да а вот допустим даже есть такая точка существует допустим c то вот из нашего варианта выбора какой будет набор вижу будет бесконечный набор если она существует то есть мы говорим что если точке c нету если есть она не если выкинута из отрезка то требует присоединяйтесь комфортно да да и как только вы из отрезка там удаляете одну точечку тоже одну точку то что у вас будет допустим никита говоришь что мы можем взять как бы самый ближний друг к другу эти там уже с полчаса ну у нас как бы нет самых ближних ну и что в том что мы говорим что выберем в начале а пока Она содержит все остальные ашки, которые вы взяли. Да, нет, стоп. Самый большой номер? Да, та, которая в самом большем номере содержит все остальные. Ну, потому что... Если у нас вот... А, да, правильно. Я сейчас нарисую. Соответственно, ашка с большим номером, а вот, соответственно, ашка с меньшим номером. Да, вот. И всё, а в ней найдёшь точку. А она сама отрезок не покрывает. Ну, потому что, если её конец лежит... То есть, мы доказали, что вот такие вот отрезки, по идее, никогда не покроют... Да, никакое конечное число их не покроют. А если отрезок... Не отрезок, а лучи. Да, лучи. А если отрезок компактен, значит, должны покрыть. Мы получили противоречие с тем, что вот эти все лучи покрывают весь отрезок. Очень. Так, всё? Да. Наслаждение? Нет. Кто за то, что надо ещё раз объяснить? Так. Ну, не знаю. Пустите. Хорошо. Хорошо. Миша, если можно, займитесь вот этим. Спасибо, Андрей. Давайте мы сейчас продолжим эту деятельность, а именно докажем теорему Вильстрассе. Ну, как ни странно, она будет просто мгновенно доказана. Сейчас, а... Что? Эту теорему доказали. А в чём она формируется, теорему Вильстрассе? Сейчас узнаете. Теорему Вильстрассе. Нет, просто несколько. Нет, ну вы правы, что у него этих теорем очень много, потому что Вильстрасс был как раз одним из тех учёных, которые, что называется, обосновали анализ. То есть в 19 веке люди поняли, что, конечно, замечательно, что большинство математиков прекрасно всё понимают, но надо взять и доказать, что называется, строго-строго-строго, чтобы там для любого студента Вильстрассе всё было понятно. И вот в 19 веке была осуществлена деятельность по обоснованию анализа, а именно было дано строгое определение того, что такое вещественное число, выписанное классическим теоремом от анализа в явном виде. Конечно, и до этого прекрасно все математики понимали. Вот, и, что называется, строго-строго написано. Вот Вильстрасс был, кстати, он очень был для этой деятельности подходящий человек, потому что он был на самом деле учителем гимнатии. Вот, и, так сказать, ну, что называется, для него это было родное, да, разложить по полочкам. Итак, теорема Вильстрасса звучит следующим образом. То есть, если А1 меньше или равно А2, меньше или равно А3, меньше или равно и так далее, и меньше или равно все они некоторого числа В, одного и того же для всех А, А1 меньше или равно А3, то существует С, которая является пределом этой последовательности. То есть, для любого Эпсилон больше нуля, существует такое натуральное Н, что для любого натурального числа К, как только К больше или равно Н, так сразу С от Акатова отличается меньше, чем на Эпсилон. Что? Да, это то, что называется точная верхняя грань. Ну, об этом тоже сегодня поговорим, но потом. Значит, сейчас, во-первых, давайте ее словами сформулируем, эту теорему. Словами это так, ровно то же самое, говорится так. Всякая неубывающая, неубывающая, это с точностью вот это и значит. Всякая неубывающая, ограниченная последовательность сходится. Всякая неубывающая, ограниченная последовательность сходится. А почему там С, а не Б? Потому что Б у нас может быть и большим С. В смысле, вас волнует, почему эта буква обозначена С? Ну, как бы она чуть меньше. Хорошо. Специально для вас. Специально для вас. Ну, ладно. В смысле? Человеку не нравится буква С. Пусть получает букву Ж. Переверну ГВ. После этого подает вторую жалобу, я ее заменю на H. Подает третью жалобу, я ее заменю на Ж. После этого он станет просто жалобщиком. Все поймут, что он бяга. От буквы не может зависеть оттверждение. Согласна? Не обижайтесь. Правда. Какую букву я там написал? Нет, я вам Б предлагаю написать. Б? Как раз Б нельзя писать, потому что вот... Может быть равно. Не к ней. Удивительному образом. Дело в том, что Б это некоторое ограничение сверху. Если у вас ограничением сверху является некоторое число Б, то за одно ограничение сверху является и Б плюс 18. Понимаете? А не может последовать, если одновременно стремится и к Б, и к Б плюс 18. Можете что ниже? Ребят, что? Скорее не субботно хватит. Паш, не будем спорить, ладно. Вот. Очень-то важная история. Чем я сегодня на этом уроке занимаюсь? На самом деле я занимаюсь следующим. Я доказал, ну в терминах военных, овладел господствующей высотой. Я доказал, что отрезок компактный, на самом деле, из-за этого абсолютное... Потому что я доказал. Ну, вы доказали через бесконечно десятичный, Андрей. Ну, тем не менее, ну нужно же было... Нет, Андрей, вы тоже не правы сейчас. Какое-то определение вещественных чисел нужно было взять. Невозможно доказать что-то про вещественные числа, не взяв никакое определение. Понимаете? Вот. Так вот, дорогие мои, смотрите, я доказал компактный сотрезок. И после этого большинство теорем вот такого типа мгновенно доказываются. Просто потому, что компактность это очень мощная штука. Понимаете? Я один раз залез на самую высокую гору, и теперь все остальные могу легко-легко-легко. Вот, я очень хочу, чтобы вы сейчас сумели бы, внимание, из компактности... Нет, ну, давайте из принципа вложенных отрезков. Из принципа вложенных отрезков... Он там мгновенно следует. Попытайтесь, хотя я не уверен, что у вас получится. Давайте попробуем. Кстати, картинка, на самом деле, смотрите, какая. Ашки надо просто оставить, как они есть, правильно? А вместо Вшек надо просто взять и поставить здесь некоторое число В. Обладающие следующим свойством, что все Ашки расположены... Ну и взять, соответственно, такие отрезки, В1 равно В, В2 равно В, В3, так и так и так. Вот. И после этого возьмем пересечение всех этих отрезков. Вот. Мы знаем, что пересечение любого количества замкнутых множеств есть замкнутые множества. Ну, да. Вот. Значит, у нас получится... Либо... Хотя бы одна точка получится, это равно. Хотя бы одна точка получится по принципу вложенных отрезков. Да. Вот. Далее. Да, и у нас получится, соответственно, либо одна точка, либо целый отрезок. О-о-о. Оно, конечно, так, только это надо докаживать. Ну... То есть, вы правы. По сути, вы правы, да? Любой нормальный человек понимает, что когда у нас есть два сходящихся... Две сходящихся непоследовательства, сходящихся в наивном смысле, что у одной точки все правее, 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 а у другой все левее, 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 то действительно пересечение будет или одна точка, если их длины стремятся к нулю, или отрезок, если их длины не стремятся к нулю. Это любой нормальный человек понимает. Только маленькая проблема. Это и есть теорема Вейш-Траса. Ровно это утверждение и называется теоремой Вейш-Траса о существовании предела и неубывающей ограниченной последовательности. Это ровно она. Сейчас, садитесь. Вещь не такая простая. Значит, ребят, давайте так. Нет, получится выпуклое и замкнутое множество. Нет, нет, Андрюш, значит, пройдет, не знаю, месяц, для особо тупых два, и все в вашем классе скажут, что от чего его доказывать, это очевидное утверждение. Понимаете? В этом смысле, ну да, весь анализ пройдет год или полтора года, и просто про все эти теоремы все скажут, что ну да, ну очевидно. Понимаете? Но нужно до этого его надо выучить. Поэтому я против вот этих вот слов, что выпуклое, потому что вы сразу начинаете вводить много понятий, и мы в них закрепнемся. Значит, нет, давайте еще раз. Медленно, спокойно. Смотрите, что у нас дано. Дана такая последовательность, замечательно. Дано, что все ее тости не больше Б. Нормально? Нормально. Что нам нужно? Что есть предел? Господа, что я сейчас естественно должен сказать? Пусть нет предела. Пусть для любой точки, какую точку С не возьми, Пусть она не является пределом. Понятно? Она не является пределом. Заявление. В таком случае у нее есть окрестность, в которой только конечное количество членов последовательности А1, А2 и так далее. Поскольку это очень важно, то давайте я напишу и попытаемся это понять. Как ни странно, как только мы это поймем, так все мгновенно получится. Значит, итак, пишем. Пусть, будем дразнить Никиту. Если точка С не предел для А1, А2, А3 и так далее, и так далее. Тогда, смотрите, внимание, тогда у нас что будет? Тогда есть окрестность, в точке С, внимание, в которой только конечное число А. Только конечное множество, может быть пустое, множество из А1, А2, А3 и так далее, до бесконечности. Вам потом в экзамен слушать это. Значит, господа, повторяю, что это нужно объяснить. Объясняется это, на самом деле, очень простым образом. Объясняется это очень простым образом. Если А-шки зайдут правее за число С, вот представьте, пожалуйста, у нас есть число С, и вдруг какое-то АН оказалось правее. То вы понимаете, что мы возьмем в качестве окрестности? Да. Вам не надоело их щелкать? Что мы возьмем в качестве окрестности? Чуть меньше, чем... Согласны? А там могут все А-шки оказаться в А. Дело в том, что если мы не возьмем АН в эту последовательность, то АН, АН плюс 1, АН плюс 2 и так далее, они все окажутся здесь. А значит, в этой окрестности, может быть, лежат вот эти, может быть, не лежат, но их в любом случае конечное число. От А1 до АН минус 1. Согласны? Отлично. Значит, случай, когда какая-то из А-шек лежит правее, нами полностью рассмотрен. Согласны? Замечательно. Случай, когда нет А-шки, которая правее, чем С. Что это реально означает? Или в некоторый момент какая-то А-шка равна С, и с этого момента они все равны С. Ну, это уже, извините, точно так. Подождите, почему? То есть, нет, это три варианта, либо оно будет, все будут меньше, чем С, либо в какой-то момент оно станет равно С, и уже вот, и навсегда останется С-шки, либо в какой-то момент оно станет больше, чем С, и дальше тогда будет всегда больше. Так, понимаете? Да. Да. Даш, отлично. Так вот, значит, итак, второй случай, когда в какой-то момент это стало равно С, и навсегда осталось С. Это самая такая, самая очевидная последовательность, да? То есть, несколько первых членов ведут себя как угодно, после этого С, 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 так до бесконечности. Понятно вам, что в таком случае все хорошо? Отлично. И, наконец, третий случай. Когда последовательность наших ашек возрастает, 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 но все они меньше, чем с. Я тогда докажу, что либо удается тогда отграничиться от нашей последовательности. Отграничиться, это вот что означает, найти окрестность, которая не пересекается с ней. Либо же тогда С это предел. Объяснение очень простое. Господа, если у нас не удается найти такую окрестность, которая не пересекается с последовательностью, то это означает, что любая такая окрестность с окрестностью пересекается. Согласны? Да. Ну, отлично. Берем эпсилонокрестность. С минус эпсилон, С плюс эпсилон. Если для любого эпсилона такая окрестность пересекается с последовательностью, значит, внутри нее есть какое-то там а-нное. А это значит, что все следующие лежат между а-нным и С. Дошло? Да. Значит, ребят, поскольку эта вещь, видите, дико важная, то я сейчас настаиваю, что кто-нибудь из вас повторит доказательство вот этого утверждения. Вывести из него теорию вещь тассы, это я потом быстро сделаю, но мне очень важно, чтобы сейчас действительно все помните. Кто не боится. Какое утверждение? Только кроме Андрея. Какое утверждение? А, вот это. Ну, вообще, это очевидно. Смотри, весь анализ очевиден. Круто. Еще раз, весь анализ очевиден, это правда. Это правда. Ну, можно. Ну, вот. Выбрали точку С. Так, если она не придет, то мы хотим доказать то, что у нас есть такая окрестность ее, в которой находится, конечно, число элементов нашего множества. А1, А2 и так далее. А, бесконечное. Отлично. Но эти докажем. Первый случай. Если у нас за точкой С, то есть на отрезке от С до Б, есть какая-то точка АН. И пусть АН не совпадает с С. Они все где-то вот здесь вот. То тогда очевидно, что у меня вот... АН понимаешь, что они? Отлично. Они все будут идти вот сюда, вот сюда и так далее. Ну, смотри, тогда я могу вот посмотреть, где у меня это АН находится. Вот, например, здесь. В моей терминологии был первый случай. Да. И тогда понять то, что у меня здесь, вот в этой окресте, содержится элементов не больше, чем G-1. Потому что у меня вот здесь содержится элементов G. Элемент G я не включил. Значит, там меньше либорозон, чем G-1 элемент. Понятно, да? Да. Ну вот. Так. Теперь второй случай. Это когда у меня за точкой С нет никаких элементов. Нет из А последовательности. И когда у меня с точкой С совпала какая-то, ну, ожитость. Совпала с точкой С. Смотрите. Если у меня за точкой С нет ничего, а точка С это ожитое, то у меня вот из-за этого неравенства, у меня ожи плюс первое, ожи плюс второе, ожи плюс треть и так далее, они все будут совпадать с точкой С. Ну, тогда очевидно то, что точка С это предел. Потому что какого агресса не возьми, вот, сама точка С будет, конечно, новую причину последовательности. Отлично. Так. Теперь считаем то, что у меня с точкой С не совпало, за точкой С ничего нет, и они все здесь. Тогда докажем то, что я смогу выбрать ну, такую маленькую окрестность, то что у меня там вообще не будет элементов из этого множества. Ну, давайте. Давайте выберем некоторую окрестность. Если там есть конечное число элементов, то я могу... Нет, там не может быть конечное число элементов, да? Ну, пускай тогда я буду все уменьшать, все уменьшать мою окрестность, если у меня в каждый момент времени там будет, ну... Если у меня для любой, вот, для любого эписона там будет находиться хотя бы один элемент, то они все находятся там, все начиная с этого места. Да, но там будет находиться, если окрестить здесь хотя бы один элемент, то там будет бесконечно много элементов. Я их буду постоянно уменьшать, 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 уменьшать. Если у меня, вот, для любого эписона там будет находиться один элемент, конечно будет бесконечно много элементов. Значит, это предел. нет не бесконечно много все начиная с нет и жизнь огромная разница между бесконечно много членов последовательности и все члены начиная с здесь написано существует такое n что для любого к начиная с этого места да иначе это просто предельная точка не предел так да не все сразу же сначала мы в последнем случае доказываем что это тоже предел ну в таком случае это будет предел да либо у меня на ее окрестность либо удалось отграничить либо это предел они начинают совпадать все да то есть мы должны отграничиться нет они могли вести себя так возрастают 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 но стремятся не к c а куда-то сюда и тогда вы берете просто окрестностью точку цель которая отграничивает а могло быть так что в любой окрестности есть член последовательности тогда они все начиная с этого номера поскольку они у нас все не больше цель они там все лежат а это означает что цель как распредел я пишу какие-то есть случаи ну неразборчиво пишите к сожалению да да вот если я ну мы показали что можно отграничиться то а если дальше мы сейчас будем точку цель поближе и посмотреть нет что мы дальше будем делать вопрос десятый еще раз так сильно математики слова имеют смысл надо понимать не мои дальнейшие намерения всякие а надо понимать фразу которая произнесена так вот вопрос такой поняли ли вы это утверждение не дальнейшие мои там жизненные планы а вот это конкретное утверждение отлично спасибо спасибо так да 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 но это предел тогда уже предел и тогда теорема уже доказано то есть мы все время считаем что теорема не верна все так еще вопросы отлично теперь смотрите какая у нас ситуация почти смотрите какая у нас ситуация значит мы с вами доказываем теорему Верштрасса о существовании предела у всякой не убывающей ограниченной последовательности мы с вами предположили что предела нет отлично в таком случае мы доказали что для любой точки С если нет предела то любая точка не предел для любой точки С есть окрестность и давайте у каждой точки С такую окрестность зафиксируем в которой только конечное количество членов нашей последовательности согласны? отлично кстати я почему не говорю что нет ни одного члена потому что случайно С может приравняться А1 тогда сложно чтобы там не было ни одного члена понимаете вот поэтому вот так то есть если их несколько штук рядом то можно конечно окрестность уменьшить но если случайно С это просто одна из Аших то тогда то есть от одного мы никак не избавимся если это случайно само С есть так вот а теперь мы делаем простую вещь мы берем отрезок А1С от А1Б вот этот отрезок и для каждой его точечки берем такую окрестность в которой только конечное множество смотрите какая получается замечательная картинка значит есть отрезок А1Б для любой его точки есть окрестность в которой конечное количество членов последовательности согласны? отлично берем такую окрестность у каждой точки свою они могут быть разного размера какая-то побольше какая-то поменьше но важно что для каждой точки мы нашли такую окрестность а это значит что отрезок А1Б мы сумели покрыть открытыми интервалами согласны? да а из любого такого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие это компактный соответствие как мы проходили из любого покрытия открытыми интервалами в том числе такого кстати помните мы говорили что не обязательно покрытие состоит из счетного множества вот это вот типичный пример у нас для каждой точки отрезка свой интервальчик значит на самом деле вы знаете что отрезок не счетен поэтому получается что у нас в данном случае покрытие не счетным набором открытых множеств но плевать в теореме был разговор о любом открытом покрытии значит и это тоже годится миле мне надоело а вы же мозги свои на это тратите понимаете знание анализа размениваете на это удовольствие вам сильно больше двух лет так вот а теперь смотрим ситуацию значит собственно все потому что если можно выбрать конечное покрытие значит есть конечное количество интервалов которые покрывают весь отрезок в каждом из них конечное число членов последовательности значит мы получили что наша последовательность состоит из конечного числа членов А это прямая неправда. Для каждой точки своя окрестность. Нет, окрестностей могут пересекаться. Они могут пересекаться, без разницы. Могут не пересекаться. Что такое между ними? Понимаете, Никита, это для каждой точки отрезка. Вот представьте себе, у вас есть отрезок, и каждая точка бегает со своей шубой. Со своей окрестностью. Каждая точка дошла? К, да, я. Если у нас получилось, что вот, в окрестности вокруг точки, допустим, АК, в эту окрестность входит только АК. В окрестность не может входить только АК. В окрестности это всегда интервал. Окрестность это интервал. Ну, входит в смысле из-за 1, А, 2, А, 3, А, Н, только АК. Да, ради бога. Ну, вот, тогда может оказаться, что между окрестностями АК и АК плюс 1 будет какой-то промежуток. Тогда отрезок АВ мы не поняли. Вы не поняли смысл слова для каждой точки. Вот у вас есть такое неприятное убеждение, что некоторые граждане, а остальные просто так бегают. Гастарбайтеров на отрезке нет. Там все с гражданством. Для каждой точки есть открытая окрестность. Так, уговорил всех? Нет, я не понимаю. Извините, а вот зачем нам надо было вот это вот доказать? Мы сейчас говорим, что мы докажем от обратно, да? Да. Мы говорим, что нету предела. Да. То есть, каждая точка не является пределом. Да. Но если каждая точка не является пределом, то это не в достаточном условии для того, чтобы сказать, что есть окрестность, в которой конечнее число... Нет, конечно. Например, для последовательности 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, нет ни одного предела, но при этом две предельные точки. Есть разница между пределом и предельной точкой. Ну ладно, сейчас где-нибудь представляю. Вот у нас есть отрезок, в отрезке бесконечное количество... Отрезок, который А1-Б, который уже нарисован только что. Но это как бы ваш отрезок, а это мой, да? Ну ладно, ваш больше. Да. У него бесконечное количество точек. Да. У каждой точки есть интервалчик такой. Мы построили интервал, в котором только конечное число членов последовательности, да? Да, и получается бесконечное количество таких интервалов. Да. Если в каждом из интервалов конечное количество... Да. ...точек, то... Ну их-то всего бесконечность, получается, все равно бесконечное количество элементов. Да. Ну... А доказательство в том, что они пропустили вот эти слова. Поскольку отрезок компактен, то из любого покрытия его, в том числе и с покрытия вот такими руками, можно выбрать конечное подпокрытие. А это и означает, что мы от всего бесконечного набора перешли к набору конечному. Если бы мы не имели бы теорему о компактности отрезка, то, конечно, ничего бы у нас не было. Поняли? Да, все. Отлично. Теперь, господа, упражнение на то, что вы, собственно, понимаете, о чем мы говорим. Пожалуйста, пользуясь тем же самым приемом, то есть тоже считая, что компактность отрезки нами доказана, но она действительно была в прошлый раз доказана, Пожалуйста, сделайте следующее. Докажите очень важную теорему анализа. Всякая ограниченная последовательность имеет хотя бы одну предельную точку. Итак, теорема. Всякая ограниченная последовательность. Внимание, сейчас уже не сказано, что она монотонная. Сейчас она только ограниченная. Всякая ограниченная последовательность имеет хотя бы одну предельную точку. Так, я напомню для тех, кого тогда не было определение. Число х – это предельная точка. Если для любого положительного числа и для любого натурального числа существует такое натуральное число, что выполнено следующее условие. Во-первых, оно больше, чем К, а во-вторых, Н-ный член последовательности отличается от Х меньше, чем на Эпсилон. Как говорят, существует сколь угодно близко к этой точке, сколь угодно большой по номеру член последовательности. А, нет, точно так же. А, нет, точно так же. А, нет, точно так же. Это в практических. Также, ну, давайте, Андрей. Ну, так, последовательность ограниченная, значит, ее можно целиком внести для некоторого отрезка. Да, есть некоторые отрезки, здесь там точка этих последовательности есть. Непонятно. Сейчас они не обязательно возрастающие, поэтому они могут себя вести как угодно. Теперь предположим, что предельных точек нет. Да. Для любой точки отрезка можно взять некоторую окрестность, в которой только конечное число точек. Молодец. Вот надо, чтобы все поняли. Точка не является предельной, когда... Давайте берем отрицание, что не является предельной. Было для любого, теперь будет, существует. Помните, да, это правило? Когда точка... Как брать отрицание для утверждения с квантерами? Не для любого, это значит, существует такое, что нет. Правильно? Итак, не пошло. Что существует такое ипсил, что существует такое ипсил, что для любого н, н больше к, и при этом а-н на минус х больше или равна ипсил. Понимаете смысл? Еще раз. То, что точка не является предельной, означает, что у нее есть окрестность, в которой конечное число членов последовательности. Потому что, если в каждой окрестности бесконечное число членов последовательности, то вы можете, собственно, брать ипсил, потихонечку уменьшать, и вы получите предел. А если формально, то просто все очевидно. Так, Женя. Нам. Нам? Да. Точно? Насимаешь. Да, что ты? Это определение предельной точки. Да. Рассказываю, чем оно отличается от определения предела. В определении предела, здесь сказано для любого, понимаете, в определении предела они все должны провалиться в эту окрестность и там навсегда остаться. Да? А здесь мы должны бесконечно много раз туда зайти. Вот если в терминах книжки Кириллова и Дельфанда о пределах, то это называется кормушка. То есть бесконечное количество раз, там, птиничка может отлететь от своей кормушки, но она туда обязательно, если будет жить бесконечно долго, бесконечно много раз обязана прилететь. Так, нормально? Нормально, честно. А тут не нужно поверить, что... Я понимаю, я понял вашу проблему. А здесь сама прочь. Секунду, секунду. Вы вспоминаете определение предельная точка множества. Так вот, есть огромная разница между предельная точка последовательности, о чем мы сейчас говорим, и предельная точка множества. Значит, объясняю разницу. Возьмем последовательность минус один-один, минус один-один, минус один-один, и так до бесконечности. Эта последовательность, если ее рассматривать как множество, состоит из двух точек. И как у множества, у нее нет предельных точек. А как у последовательности есть? А х-то у нас что? Х- это число на вещественной прямой. Х- это предельная точка. Если какую окрестность не возьми, то есть сколь угодно много членов последовательности, которые в этой окрестнице лежат. Сейчас поясняю, что это не равное х. Нет, не надо. Не надо, потому что если в точности равны х, то это нормально. Тогда для любого ка существует такой... Андрей, поймите, последовательность 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 имеет предельную точку. Множество не имеет, а она имеет и предел, и предельную точку. Вообще предел это всегда частный случай предельной точки. Если что-то предел, то это заодно и предельная точка тоже, но не наоборот. Еще. Что дальше? Дальше все. Значит, как говорил Паша. То есть, берем, говорим, что у каждой точки есть окрестность с конечным числом членов последовательности в ней, да? Да. По компактности конечное число всего таких достаточно, чтобы покрыть весь отрезок. И получается, что у последовательности конечное число элементов, что, конечно, ерунда. Катя? Поняла? Нет. Не поняла. Тогда надо... Ну, давай вопрос. Миша, вперед, чего? Катя просит. У нас имеется множество, которое ограничено. Это означает... Не множество. Массленность, которая ограничена. Последовательность. Это означает то, что... Есть отрезы, которые содержат все ее члены. Все члены последовательности содержат в некотором отрезке. Да. Отлично. Ну, вот мы здесь как-то соделаем. Давайте выберем... Предположим, что у нее в этой последовательности нет предельных точек. Тогда выберем какую-нибудь точку. То есть для любой точки у нас найдется такая окрестность, в которой лишь конечное число членов этой последовательности. Потому что она не предельная точка. Если бы для любой окрестности у меня было в ней бесконечное число членов этой последовательности, то сначала будет, что она предельная точка. Понимаешь? Да. Значит, у меня для каждой точки, я могу посмотреть, у меня там будет какая-то окрестность, в которой у меня будет конечное число членов последовательности. Отлично. Для каждой посмотрели. Понятно, что у меня все эти окрестности, они накрыли весь отрезок. Потому что каждая точка там есть, я посмотрел для каждой точки. Поскольку у меня отрезок компактен, то означает, что я могу выбрать конечное число таких окрестностей. То есть конечное число открытых множеств, которые его укрывают полностью. Да? То есть конечное число. Посмотри, у меня конечное число открытых множеств, которые его укрывают, и интервалы в данном случае. Это конечное число интервалов, в каждом которых сидят конечное число членов последовательности. Значит, у меня конечное членов последовательности можно понять, от чего оно меньше. То есть их не бесконечно много. Объединение конечного набора конечных множеств в конечном. То есть, конечно, ты можешь посмотреть, выбрать из тех интервалов, в которых больше всего точек, ну пускай там 10, и посмотреть количество интервалов. Когда число 10 умноженное количество интервалов, у тебя будет больше, чем количество членов последовательности. А их бесконечно много, противоречия. Значит, почему противоречия? Противоречия потому, что у меня любая точка непредельная. вот и все отлично так, последняя возможность задать вопрос помидорами не стоит помидорами не стоит у нас времени мало это достаточно основания так, все? все сейчас будет история на самом деле столь же простая но, извините, что из песни слова не вытянешь мы ее тоже должны пройти значит, сейчас мы с вами должны вспомнить определение точной верхней и точной нижней грани множества и должны показать обещанную в свое время теорему о том, что любое ограниченное множество имеет точную верхнюю и точную нижнюю грань поехали поехали значит, что такое точная верхняя грань супренум или точная верхняя грань это минимальная заметьте слово минимальная вы знаете это минимальная из верхних граней из верхних граней давайте теперь я напишу это в виде теоремы теоремы если некоторое множество м состоит из вещественных чисел и существует такое число b что множество м содержится в луче от минус бесконечности до b то из всех таких b то из всех таких b можно взять самое маленькое можно взять самое маленькое то есть давайте запишем что значит то есть существует такое b что выполнены сразу два условия во первых множество m лежит в луче от минус бесконечности до b а во вторых для любого положительного числа эпсилон существует точка из множества m обладающая следующим естественным свойством что эта самая точка больше чем b минус эпсилон то есть b это верхняя граница но любое меньшее число уже не является верхней границей согласитесь что эта теорема в анализе действительно очень нужна потому что очень часто мы рассматриваем какое-нибудь множество и возникает естественное желание взять что называется самое большое самое большое бывает не всегда типичный пример когда нет самого большого это множество состоящих из чисел минус одна вторая минус одна третья минус одна четвертая если вы берете еще лучше просто все отрицательные числа не обязательно мучиться как я с дробями действительно просто множество всех отрицательных чисел так вот естественно что у него есть точная верхняя грань число 0 оказывается что не только у этого множества есть точная верхняя грань но и у любого ограниченного сверху множества есть обязательно наименьшее из верхней грани так называемая точная верхняя грань и естественно что вот это вот самое число и маленькая обозначается как супренум множество m. Можно вопрос? Смотрите, а зачем вам условить то, что v принадлежит множеству m? Чего? У вас написано, так, e. Так, спасибо. Спасибо. Это просто описка. Я был уверен, что все понимаю, все пишу. Просто неверно написал в теореме. Спасибо, Миша. Так, работаем. Даже через компактность отрезка? Или через теоремы? Ну, скажем так, через все ваши знания. Мне не так важно сейчас, как вы это скажете. Но через компактность это можно. Реально это можно через компактность. Хорошо. 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 Пожалуйста, понятно, что нужно доказывать противо. Пусть нет, чего нет. Супренному нет. Существует такая окрестность, в которой нет точек из М. Если честно, это трудная штука, научиться пользоваться компактностью. Это вопрос привычки, что называется. Просто, что там сильно пройдет несколько месяцев, и вы поймете, что это все просто, легко. Но вот именно привыкнуть, это трудно. Вам я абсолютно сейчас сочувствую, но тем не менее, попытайтесь действовать так же, как на предыдущем роте, вот только что. И у вас все получится. Пусть нет супренума. Кстати, внимание, любая точка это. Это или верхняя грань, или не верхняя грань. Согласны? Да. Может, опять же смотреть, рассматривать все верхние грани и брать лучше от начала ее до бесконечности? Нет, рассматривать все точки последовательности. А все точки последовательности уходящие или не последовательности? У нас нет последовательности, у нас есть произвольное множество. Ребята, во-первых, нам надо понять, какой отрезок у нас будет, извините, участвовать в работе. Ну, правый конец это B, а левый что угодно, что... Из M. Из M. Абсолютно верно. Давайте же его нарисуем. Значит, итак, у нас имеется множество M, у которого есть какая-то верхняя грань. Давайте одну из этих верхних граней зафиксируем и скажем, что множество M, ну, это черт-те что, как-то расположенная. Согласны? Да. Замечательно. Возьмем здесь некоторую точку, обозначим ее M маленькая. Ребята, уже, что называется, половина работы сделана. У нас уже есть отрезок, который мы сейчас будем покрыть. Так, теперь возьмем для любой его точки следующую. Если она является верхней гранью, но не точной верхней гранью, то у нее есть такая окрестность, которая сейчас состоит из верхней гранью, и в которой вообще ничего нет. Отлично. А если она не является, это значит, что есть точка из множества M, которая правее. Да. И значит, мы можем взять такую, что не содержит точку. Не то. Давайте, я сейчас вам так покрою. Что вы мне плакать сейчас будете. Ребята, еще раз. У нас любая точка этого отрезка, либо верхняя грань, либо не верхняя грань. Так? Да. Так, отлично. Говорим, что если у нас какая-то точка является верхней гранью, но при этом не является точной верхней гранью, то у нас забавная ситуация. То у нас есть точка еще левее, которая тоже верхняя грань. Согласны? Здесь же написано, да? Если ты точная верхняя грань, то тогда левее верхней грани нету. А если ты не точная верхняя грань, то есть еще левее. Значит, для любой верхней грани, давайте x обозначим. x это верхняя грань. Это верхняя грань. Так вот, для нее существует некоторое x минус epsilon, такое, что x минус epsilon это тоже верхняя грань. И я беру и покрываю точку x, знаете, чем? Интервальчиком x минус epsilon, x плюс epsilon. Очевидно, что точка x принадлежит этому интервалу. Согласны? Да. Покрытие или не покрытие? Покрытие. А если x не верхняя грань? Что значит, что x не верхняя грань? Представьте себе, где-то у нас здесь есть y, которая не верхняя грань. Не верхняя грань. Это означает очень простую вещь, что где-то правее есть точка из множества m. Некоторая точка, которая из множества m, и которая правее. Согласны? y меньше, чем n. Уговорил? Рассказываю, чем я покрою точку y. Господа, точку y я покрою лучом от минус бесконечности до n. Открытым. Открытым, конечно. Мне же надо открытое покрытие. Пишу. y принадлежит лучу. Очевидно? Обратите внимание, я принципиально разными способами покрываю верхние грани и не верхние грани. Но поскольку любая точка это или верхняя грань, или не верхняя грань, то любая точка будет покрыта. Так? Вот у меня есть отрезок от m маленького до b. Он покрыт интервальчиками такими и лучами такими. Заявление из этой системы можно выбрать. Конечное покрытие. Что значит конечное покрытие? Очень просто. Лучей будет сколько штук? Конечное. Конечное число штук. Господа, все понимают, что когда у нас есть такой луч, такой луч, такой луч, то на самом деле бессмысленно брать конечное число таких лучей. Потому что достаточно одного. Согласны? Из любого конечного множества лучей вот такого вида, когда их объединяешь, на самом деле надо просто взять из n самое большое, это он и будет. Так? Катя? Да. Отлично. Значит, на самом деле из лучей имеет смысл брать только один. Если бы бесконечное количество было, это было бы неправда. Но запишите, пожалуйста. Из лучей имеет смысл брать только один. Самым большим из n. Вот из этих вот чисел n. Для бесконечного множества не всегда можно выбрать самое большое, а для любого конечного множества самое большое выбрать можно. Значит, луч реально нас волнует только один. Очень хорошо. И конечное число интервалчиков. Давайте посмотрим, какая у нас система будет. Значит, у нас есть луч, некоторая точка n, вот эта точка, он луч, да? И еще интервалчики. Интервал, интервал, там еще какой-то, понимаете, да? Замечательно. А вы понимаете, что у нас полное безобразие происходит? Полное безобразие происходит в следующем. Что из всех интервалчиков можно выбрать самый левый конец. И вот тут-то и будет у нас проблема. Почему выбрали конечное число? А мы выбрали. Потому что компактность отрезка, из любого покрытия можно выбрать конечное число штук, которые тоже покрывают. Так вот, повторяю, значит, из этих самых интервалчиков мы с вами берем, выбираем самый левый конец. Вы понимаете, какая будет проблема, если здесь будет зазор? Если здесь будет зазор, то это называется, что мы отрезок не покрыли. Значит, на самом деле здесь зазора не будет. Как называют число n? Точно. Конечно. Мы просто не покрыли отрезок и противореческомпактность. Не, ну да, если честно, да. Ну, смысл такой, что вот точка n не покрыта. Точка n оказалась не покрыта, потому что интервал ее не покрывают, и в открытый луч она тоже не входит. Точка n маленькая оказалась не покрыта. Уговорил? Уговорил. Отлично. Надеюсь, что не обязательно вам объяснять про точную нижнюю крайнюю. То есть надо взять со знаком минус, и у нас будет то же самое. Отлично. Отлично. Господа, теперь, теперь такой интересный вопрос. Теперь такой интересный вопрос. Что еще нужно? Давайте мы с вами, давайте мы с вами сейчас возьмем и попытаемся применить наше знание на практике. Значит, а именно, вот смотрите, давайте мы с вами сформулируем, что такое число пи. Я, конечно, понимаю, что в младших классах вас учили, но сейчас вы впервые можете понять, что наконец-то вы знаете, что это такое. Значит, рассказываю. Это предел периметра. Скоро, 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 скоро. Слышите. Берем окружность радиуса единица. Давайте диаметр. Рассмотрим. Всевозможные выпуклые многоугольники, которые содержатся внутри этой окружности. Рассмотрим их полу-периметра. Всевозможные выпуклые многоугольники, которые что? Содержат эту самую окружность. Определение. Точная верхняя грань периметров внутренних многоугольников, это и есть число 2 пи. И точная нижняя грань периметров внешних многоугольников, это что? Это те же самые 2 пи. Давайте поймем, что в этом определении мы уже понимаем, а что нет. На самом деле, теорема о том, что периметр любого объемлющего больше периметра любого объемлемого у нас с вами уже была. Это на геометрии была такая тема неравенства треугольника. И там, ну, в общем, вы обязаны были эту штуку знать. Потому что она там часто в разных случаях встречалась. Значит, смысл такой. Если есть один, неважно с каким количеством сторон, один многоугольник и другой, ну, это можно по-разному доказывать, но один из способов такой. Берешь и перпендикуляр выставляешь. Нет, ну давайте. Можно так? Почему? Вполне себе доказательство. Вы оставили перпендикуляр к каждой стороне выпуклого многоугольника, и дальше говорим, что вот это меньше вот этого, вот это вот меньше, ну, меньше равно, понимаете. Вот этот отрезок меньше или равен этой штуке, этот отрезок меньше или равен этой. Согласны? Вот, вполне себе доказательство. А теперь вопрос. Понимаете ли вы, что из этого следует, что если вы рассматриваете длины всевозможных вписанных многоугольников, то они все ограничены любым конкретным из этих. Согласны? Да. Значит, это типичный пример множества ограниченного сверху. Сверху. Очень хорошо. Теперь давайте думать дальше. Понимаете ли вы, что когда рассматриваете периметр всевозможных этих, то это множество ограниченное снизу, но здесь еще легче, нулем. Согласны? Отрицательный периметр не бывает. Так вот на этом теорема, кстати, она входит в экзамен 9 класса, чтобы вы знали. В экзамен 9 класса она входит, что такое число пик. На этом, ну другое дело, что в большинстве школ, естественно, отвечают, это вот надо, вот на пальцах, да? Вы можете уже это рассказывать действительно строго. А надо показать, что они равны. Да, да, да. Ребята, смотрите. Для того, чтобы у нас, что называется, все было нормально, надо доказать следующую вещь. Что когда вы берете и на вещественной прямой, отметите, ну естественно, ноль. Эмиль, как вы мне? Неужели нельзя проснуться? Нет, вы не слушаете. Правильно, вдрыгнете. Значит, повторяю. Значит, если вы на вещественной прямой, отметите периметры описанных многоугольников, это будет какое-то там множество. И если вы отметите периметры вписанных многоугольников, это будет какое-то там множество. Так вот, господа, нужно сейчас доказать, что супренум этого не может быть меньше инфинума этого. То есть, на самом деле, равно, и это и будет то самое число 2π. Понимаете? Нужно доказать, что невозможно такая ситуация, что есть какое-то такое число, давайте его назовем L маленькое, что все периметры, содержащиеся в круге единичного радиуса выпуклых многоугольников, меньше или равны L маленького. И нет такого числа, которое больше, чем L маленькое, что все периметры внешних больше или равны, чем L. Понимаете? Нужно сейчас объяснить, почему такого не бывает. Впервые это сделал Архимед. Древнегреческий математик. Он предложил так называемый метод исчерпывания. В данном случае он состоит следующим, что просто надо взять и показать, что бывают два многоугольника, которые просто вот дико близки их периметра. Рассказываю, что это будут за многоугольники. Самое, что ни на есть, естественная конструкция. Вписанный правильный N-угольник и описанный правильный стальки-жеугольник. Стальки-жеугольник. Сейчас объясню. Ребята, давайте я нарисую. Можно я не буду слишком много брать. Шестиугольником обойдусь, ладно? Без разницы. Значит, господа, смотрите. Когда я беру шестиугольник висанный, и теперь я провожу параллельные стороны. Понимаете? То смотрите, что у меня будет. Давайте периметр внутреннего я обозначу буквой P. Небольшое. Давайте вот этот вот отрезок я обозначу H. Это расстояние от центра окружности до стороны вписанного многоугольника. И вы помните, что здесь вот у нас единица. Согласны? Замечательно. А теперь простой вопрос. Чему равен коэффициент подобия внутреннего и внешнего многоугольника? H. H квадрат. Нет, не H квадрат, просто H. Просто H. Коэффициент подобия H. Значит, объясняю почему. Смотрите, дело в том, что единица не только здесь, единица и вот здесь тоже. Расстояние от этой точки до стороны внешнего – это единица. Расстояние от этой точки до стороны внутреннего – это H. Согласны? Значит, периметр вот этого внешнего многоугольника, господа, это P делить на H. Все понимают? Вот, замечательно. А теперь пишем неравенство. Предположим, что P меньше или равно L. Так, количество сторон у меня не 6, а любое, естественно. Вот, это меньше, чем L, это меньше или равно, чем P делить на H. Господа, разность вот этих чисел будет больше или равна разности этих чисел. Давайте же это напишем. P разделить на H минус P будет больше или равно, чем L минус L. Согласны? Согласны, Илья? Да, замечательно. А теперь очень интересный вопрос. Ребята, умеем ли мы приводить к общему знаменателю? А H – это вот этот отрезок. Единица – это вот этот. Это коэффициент подобия. Это коэффициент подобия. Значит, ребята, у нас осталось совсем чуть-чуть. Умеем ли мы приводить к общему знаменателю? Умеем. Значит, давайте думать, что у нас будет. Значит, будет H. Какое неравенство на P мы получили? Значит, очень важно сейчас написать, P больше или равно чего? H умножить на L большое минус L маленькое. Я прав пока? Да. Да, делить на. H на 1 минус H. Ой, ребята. Ой, ребята. Объясняю. Вот эта штука, она у нас больше 1 второй. Ну, при достаточно большом N уж точно больше 1 второй. Согласны? Замечательно. Значит, это не бывает маленьким. А вот эта штука при количестве сторон, увеличивающемся, стремится к нулю. Почему? Почему? А потому что, смотрите, есть такое неравенство треугольника. H больше, чем 1 минус вот это. Почему? Смотри, у нас есть прямоугольный треугольник. Да. Так, вы меня сейчас будете заставлять доказывать, что H это большое число. Да. Что она стремится к единице. Я говорю вам простую штуку, что вот здесь вот есть отрезок длины 1. Да. Замечательно. Вот это вот. Чёрт вас возьми. Ну, я, я, это издевательство. Это прямое издевательство. То есть, понимаете, он отказывается, он отказывается признать, что вот этот отрезок сколь угодно маленький. Косинус. Почти нуля. Нет, стоп. Никаких косинус. Все вот эти слова насчёт косинуса и так далее, это всё хорошо после того, как мы объяснили про это. Потому что сейчас считают, что мы маленькие. Слова косинус, синус для нас это ещё там, ещё 100 лет жить дать. Вот. То есть, чёрт, смысл простой. Чёрт вас возьми. Нет, я не понимаю. То есть, вот этот отрезок меньше этого. Да. Отлично. Значит, вот H, оно больше, чем единица, минус это и минус вот это. Ну да. А вот эти стремятся к нулю. Нет, ну, нет, сейчас. Да, потому что у нас количество сторон стремится к бесконечности. А вот этот вот отрезок, это меньше, чем там очередная сторона. А сторона меньше, чем некоторая, ну, понятно, у нас есть общая. Л большой делить на N. Да. Значит, стремится к нулю. Да. Стремится. Молодец. Значит, H стремится к единице. Значит, знаменатель стремится к нулю. А значит, эта штука будет сколь угодно большая. И мы получили, что периметр вписанного многоугольника, если бы возникла вот такая дикая ситуация, то он был бы большим. Дошло? Да. Дошло.